Всем привет! Леонид Котвицкий. Сегодня у нас обзор новой мотокосы, новой которой у меня еще не было. Good luck. Good luck 4500. Вот она призвана уже в таком, что приятно, что уже практически в собранном виде. Осталось мало что дособирать, совсем чуть-чуть. Вот в таком виде мы имеем пилу. Пила Good luck. Уже все практически собрано. Осталось надеть только упор. Осталось надеть шину и цепь. Все в комплекте есть. Шина и цепь тоже Good luck. Итак, это 45 кубиков. Самый такой оптимальный вариант для домашнего использования. 36 кубовые. еще есть, но мне как по меня они уже чуть идут слабоватые. Это такой вот вариант. И для дров, и для веток, и для деревьев, для всего. Оптимальный домашний любительский размер. Так, 4500. Ну, соответственно, по модели 45 кубов. Что в ней можем увидеть? Ну, во-первых, сборка уже в собранном виде приходит, что приятно. Кто не разбирается в разных тонкостях, то тому приятнее, когда она уже собрана полностью, только там мало что осталось. Значит, довольно, довольно обширный фильтр. Так, воздушный фильтр довольно хороший. Должно его хватать с запасом на все. Так, на пиле написано, что она 2 киловатта. Насколько это правдиво, не знаю. Ну, при такой кубатуре киловатта-полтора должно быть честных быть. Может, есть и два, я не знаю. Это надо пробовать. Значит, имеется тормоз, не просто щиток, как уже сейчас во многих моделях есть тормоз. Имеется внешний натяжитель цепи на самой крышке, что приятно. Так, потому что бывают натяжители цепи отсюда, так они тоже, как бы, имеют право на жизнь. Но, когда стоит шина, то довольно неудобно ими натягивать цепь. Этой штуковиной будет довольно удобно. Каково ее качество работы, мы еще сейчас проверим. А сейчас снимем крышечку, посмотрим. шестерня небольшая. Похоже, что она относится не к высоко оборотистым, не по оборотам двигателя, имеется в виду, а по оборотам самой цепи. Так, давайте-ка мы прикрутим упор. Значит, имеем на крышке указание, что топливо давать только 25 к 1. Но это стандартное указание для китайских коз, с учетом того, что наш народ часто берет самое дешевое масло. Тут так обычно при обкатке надо начинать, какое бы масло не было, давать его 25 к 1. Потом начинать давать меньше-меньше, с учетом, если мы возьмем хорошее масло, например, Штилевское HP. Потом его уже давать меньше и доводить где-то 1 к 50. Но даже не к 50, а 1 к 45 можно доводить. Вот. Чтобы знали насчет этого указания. Но при условии хорошего масла. Итак, что имеем? 45-кубовая стандартная коса. Пива. Так, развесовка у нее довольно хорошая. На ручке не туда, не перевешивает ни туда. Вес. Сколько тут килограмма? Вместе с гарнитурой совсем килограмм шесть. Так, без этого. 5 килограмм. Отдельно есть кнопочка пуска, что хорошо не во всех моделях есть. Праймера подкачки нет, что немножко не нравится мне. Я люблю, когда можно еще подкачать. Но, тем не менее, будем заливать бензин масло, попробуем завести и потом попробуем ее в работе. в реальной, на дереве и потом на спиленном. Итак, давайте, давайте-ка заведем. Залив бензин с маслом, попробуем первый завод. Но, сразу скажу, первый завод обычно самый трудный, потому что нет еще подкачки бензина. Ну, попробуй. Когда нет праймера подкачки, то первый раз всегда такой. Ну что? Бензин первый раз плохо заходит. Следующие разы уже не такие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Так, в следующие разы, думаю, будет заводиться уже быстрее. Ну-ка. Еще раз. Все, заводится легко. Первый раз, когда без праймера, то он такой долгий всегда. Так, я помню, им это блок надергался. Первый раз там тоже подкачки у меня нет. Но потом уже дело идет веселее. Итак, что мы имеем? Имеем неплохого китайца. Гудлаки относятся к неплохим моделям. 325-я цепь, 18-дюймовая. Ставит шину и меньше, 16-дюймовую. Пластиковый. Обычный пластиковый корпус. Пластиковая защита всего. Впрочем, пластик я не скажу, что какой-то гнилой и прогибающийся при первом же нажиме пальца. Не такой. Хороший воздушный фильтр. Радует наличие включения-выключения зажигания. Это неплохо для безопасности. Есть тормоз, а не только щиток, как уже во многих дешевых китайцах. Нет праймеров откачки, поэтому первый завод, когда только-только залил бензин, происходит долго. Следующий уже гораздо проще. Ну что ж, осталось ее испытать в работе, потому что какая она на вид, в принципе, и основные характеристики понятны. А вот какая она в работе, в плане веса, вес для меня нормальный. Я не скажу совершенно, что здесь какой-то избыточный вес. Ну, на женские руки может быть тяжело. Ну, по-моему, это не женское дело. Так, попробуем в работе. Тогда будет яснее. Тогда будет яснее. Ну, что видели, да, залез на дерево, срезал 18 сантиметров диаметр, клен, то оно даже не замечало. Я просто сразу слабенький газ дал, то на мне цепь остановилась. Потом подгазанул и бжик, даже не заметил. Вот, в общем, что сказать, для бытового использования, вот так вот ее будет достаточно. Вот, да, я думаю, и метровое бревно там... Не, ну метровое не перепилишь, потому что не достанет шина 45 сантиметров. Но такое бревно, что с двух сторон достанет шина, то перепилить можно, только пилить придется долго и постепенно. Вот, а так, для бытового использования, для обычной нарезки дров, так, ну, обычно, если метровое дерево, то его уже используют не для дров, а для хорошего строительного материала. Поэтому такое резать приходится очень редко. Так что для дров, для... тем более для обрезки каких-то старых деревьев и тому подобного хватит вот так вот с головой. Итак, подсуммируем. Что мы имеем? Имеем мы вот такую бензопилу. Goodluck GL400 4500C. Насколько я понимаю, может, я мало понимаю, но эти вот C, E и так далее, они отличаются только комплектацией. Там две шины, там одна. Вот, здесь одна шина, одна цепь комплектации. Ну, в принципе, для бытовых, для бытовых потребностей этого достаточно. Теперь еще, еще момент. В оригиналах Goodluck, потому что Goodluck'и уже подделывают, да, потому что они уже имеют хорошую репутацию, эти китайские Goodluck'и оригинальные. Хоть и Китай, да, в оригиналах идет номер, выбитый вот здесь снизу. Так, снизу на крышке, на защитной крышке стартера, вот здесь снизу идет номер, заводской номер конкретной модели, который выбивается. Обращайте на это внимание. На подделках либо сбоку пишут, либо еще где. Ну, вот такие моменты. Потому что наклеечку, то наклеечку налепить можно любую, напечатать на принтере, вот, но в подделках обычно заводской номер пишут где-то сбоку, либо его вообще нет, либо еще как-то. В оригиналах идет вот такое. В общем, что сказать. Как я уже говорил, к китайцам я отношусь так, что это инструмент для бытового использования. Для профессионального я бы и сам не стал его покупать. Зачем? Так, леснику, например, да еще такой мощности, если он там пилит дубовые, там, метровые дубы. Так, зачем ему такой мощности пила и не рассчитанная, конечно, на сотни тысяч рабочих часов. Они покупают штиле и тому подобное. Хотя у нас уже лесники некоторые уже имеют тоже китайцев. Но говорят, что с ними забот больше. Чаще ломаются, вот, чаще приходится заботиться. Но уже используют и китайцы. Потому что профи-штиле стоят дорого. Те, которые подешевле, они качеством тоже не ахти. Вот. И кое-что уже и китайское используют. А уж мотокосы, косильщики, то они перешли на китайцев уже однозначно, давно. Ну, у нас эти косильщики, правда, это поселок небольшой, здесь не так и много они косят. Но это не каждодневные кошения. А раз в пару, в две-три недели, там, дня два-три тоже покосят и все, отдыхают. Соответственно, это тоже практически любительское использование. И используют китайцы. Так вот, вот это у нас модель, которая спокойно, легонечко, даже с этой цепью, а не штилевской или орегоновской, спокойно себе пилит на 45-й шине. Мощи явно для этого хватает. Здесь у меня 95-й бензин, не ахти какой хороший. У нас паршивая заправка. Ну, вполне себе спокойно тянет. И для бытовых нужд, подходящие полностью. Из удобств, сейчас это уже отмечать надо, потому что не во всех есть тормоз цепи. Так, в некоторых его нет в моделях. Вот здесь есть тормоз цепи. Внешняя натяжка цепи. Хороший фильтр, причем нейлоновый, он легко чистится. Это тоже для нас актуально, потому что бумажные фильтры, ну, что говорить. В принципе, они должны быть одноразовыми, бумажные. Но у нас люди приноравляются, потому что замучаешься их покупать постоянно. У нас люди приноравляются их мыть, сушить, использовать повторно. Ну, а бумажные очень неудобно мыть. А здесь нейлоновый, он легонечко моется. И кнопка включения-выключения, что тоже есть не во всех моделях. Правда, нет праймера подкачки, чего мне не хватает при первом запуске. А так, вполне себе полноценная. Пластик в этих моделях отличается. Он такой блестящий, не ярко блестящий, но блестящий, без заусениц, гладенький. Ну, обычно, кто насмотрелся на эти модели оригиналы, гудлаки, тот их уже по внешнему виду замечает относительно подделок. Кто не знает, так смотрите, номер заводской снижу, он вам подскажет. Я считаю, что если какую-то технику, даже китайскую, но уже на нее делают подделки, то это уже говорит хоть о каком-то докачестве. Так что фирма качеством заботится. Потому что если что-то никудышнего качества, то куда его еще подделать? Где взять еще дешевле, еще хуже комплектующие, чтобы его подделать? Не получится. А так, хорошая китайская пилочка для бытовых нужд, я бы сказал, 4 с плюсом, можно ей ставить спокойно. Все, всем пока, надеюсь, мой обзор был полезен.